Средневековые рэкетиры и кочевники. Раскопки на Мамай-горе каждый день приносят ученым сенсационные находки. Археологи уже обнаружили нагайские и скифские захоронения. Мамай-гора хранит историю народов, которые жили на юге нынешней Украины, от неолита до позднего Средневековья. И времени на исследования остается немного. Рассказывает Олег Притыкин. У Мамай-горы люди жили тысячи лет назад. На горе они хоронили своих близких. Эти погребения, говорят археологи, помогут глубже изучить историю восточноевропейской цивилизации. В первые дни работы археологи нашли пять захоронений, в том числе останки матери и ребенка. Это была женщина, потому что в ней широкий стег, больше маленький череп, тонкие ноги и руки. В одной из могил средневековый воин. Возможно, его племя охраняло переправу через Днепр. Она находилась в районе нынешнего Никополя. Это одна из предпущений, что, возможно, население в дубу средневековья могли выступать и охоронцами, або археологами своередными в точках переправ. В ходе раскопок археологи могут установить, в какой последовательности менялись народы, которые жили на юге современной Украины. Это были нагайцы, кочевой тюркский народ и скифы. Мамай-гора – крупнейший могильный комплекс на всей территории, от Казахстана до Чехии. За 8 тысячелетий его ни разу не потревожили. Это катакомбы. Вы видите перед собой все дни колодязи. Два скифских захоронения старше остальных почти на 2000 лет обнаружили в полукилометре от Мамай-горы. Чтобы добраться до артефактов, археологам нужно снять почти метр чернозема. Зачищается территория, потом подкапывается немножечко, а потом кисти, вычищается это все. Находки выставлены в историческом музее Каменки Днепровской. Здесь сотни уникальных экспонатов. От украшений до древних скифских клинков. Уникальный скифский сосуд, который использовали для кормления младенцев. Также, если мы коснулись скифской посуды, тоже у нас есть экспонат. Это скифский казан. Возможно, его использовали для ритуала. Мамай-гора находится на берегу Каховского водохранилища. Каждый год вода разрушает десятки метров склонов, а с ними и древние захоронения. Поэтому археологи спешат. Возможно, через несколько лет раскапывать будет уже нечего. Из Запорожской области Олег Притыкин, Дарья Зелянова. Сегодня. Канал Украина.